Капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Бикетова, 48, в Чите может не состояться. Почему владельцы квартир отказываются от редкой возможности обновить свое жилье, узнавала Елена Акзанян. Дому по улице Бикетова, 48, уже более 35 лет. Замены требует канализация, система водо- и энергоснабжения, кровля. Новость о том, что дом вошел в федеральную программу по капитальному ремонту жилья, его обитателям радости не принесла. Владельцам квартир предлагают поучаствовать в этом благом деле финансово. Суммы, указанные в квитанциях, разосланных управляющей компанией «Лидер», многих напугали от 10 до 20 тысяч рублей. Мы говорим, если мы эти деньги заплатим, что получается? Месяц не кушаем, пьем воду из крана, которая, кстати, у нас идет желтая. В управляющей компании уверяют, все по закону. 10 миллионов рублей на ремонт дома выделены из федерального бюджета. Но при условии софинансирования 15% должны внести владельцы квартир. Суммы формируются с учетом площади каждой квартиры. И самое главное, их обладатель не против, судя по решению общего собрания. Оно состоялось 12 апреля и по протоколам при участии большинства жильцов дома. Все было не так, уверяет Николай Лучангин. Один из немногих, кто на этом собрании был. Из 60 собственников присутствовало не более 15 человек. Но больше всего Николая удивили итоги голосования, отраженные в протоколе. Все жильцы собрались на этом голосовании. Это 64% от общего числа голосов. Из них проголосовало за 72%, против 0% и воздержались тоже 0%. На самом деле, такого единодушия по вопросу ремонта на собрании не было, уверяет Николай Лучангин. Протокол от имени председателя подписан Илоной Грулевой. От этой подписи она отказывается. Это не моя подпись. Это не моя подпись. А я не председатель. Я была три года тому назад. Сегодня владельцы квартир готовят обращение в прокуратуру с требованием дать правовую оценку действиям управляющей компании. Заведомо уже подлог. Дальше. Они буквально давят, не дают нам слова сказать. Выдавливают. Если вы не заплатите, мы сейчас возьмем суду, кредит на полтора миллиона, который вы должны собрать с дома. Вот. Если же вы это самое... И потом у вас пойдут проценты. Мы не давали им согласия. В управляющей компании «Лидер» недоумевают. Хотели видеть как лучше. С трудом смогли вкиснуть дом на Бикетова 48 в федеральную программу. И о самих жильцах подумали. Мы взяли полтора миллиона кредитов. Мы взяли под... Даже вот, грубо говоря, пошли на то, чтобы жители... Действительно, у некоторых для бабушек неподъемно за раз выплатить 15-20 тысяч. Мы вот этот взяли кредит, сделали ему рассрочку. До полугода. Взяты в банке под проценты кредит инициатива управляющей компании. Ни один из собственников жилья своего согласия на этот шаг не давал. Они на это могут иметь право только в том случае, если у них заключено соответствующее соглашение с собственниками жилья. Это соглашение, насколько я понимаю, должно быть оговорено на общем собрании собственников. То есть у нас такой информации на сегодняшний день нет. Жильцы дома по Бикетово собрали подписи и поставили в известность свою и управляющую компанию о том, что отказываются платить за такой капитальный ремонт. А тем временем работы уже начались. И лидер готов судиться с владельцами квартир. В ход идут и методы психологического давления. Такие листовки на стендах подъездов сразу появились после того, как наша съемочная группа начала работу в этом доме. В них сказано, что в настоящее время капитальный ремонт уже начат. А в случае того, если собственники будут препятствовать его проведению, он будет приостановлен и отопительный сезон не начнется вовремя. Чем закончится эта история, пока непонятно. Ясно лишь одно. За стол переговоров стороны пока садиться не спешат. А стало быть разбираться придется прокуратуре, а может быть и судебным органам. Елена Рзанян, Сергей Артемов, Сергей Мозыр, Вести, Чита.